Особое мнение на 101FM Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Николай Пихтин уже третий год в соцсетях постит улицу Пугачево, непролазную и так далее. Конечно, было бы здорово, как во многих европейских городах власть, когда часто ходит пешком, включая второстепенные улицы, они по сути в наших комментариях не будут нуждаться, они сами будут понимать, что надо делать. В общем, ваше первое пожелание к новым руководителям города – ходить пешком. Хорошо. У нас вот здесь, кстати, был недавний эфир, где наши слушатели и эксперты высказывали, ну, собственно, свои пожелания к новой власти, к главе города, к главе администрации. Есть ли у вас свой список? Что нужно поменять в Кирове? С каких городских проблем нужно начать, по вашему мнению? Все проблемы уже подняты другими людьми. Нравится мне сейчас акцент на благоустройство города, на программу 30 скверов. Она мне очень импонирует. Это здорово. От себя бы я добавил две вещи. То есть автомобильный вопрос. Во-первых, надо что-то сделать с тем, чтобы торговые центры не сдавали в аренду подземные стоянки. Это очень важно, потому что у нас есть ряд торговых центров, где невозможно под землей поставить машину. Это неправильно. То есть закладывается в проекте подземная стоянка, но по факту сдается под магазин. Так быть не должно. Второй момент. У нас за последние пару лет появились пробки. Конечно, не такие, как в Москве, но все-таки неприятно. Есть ряд мер, как бы, ну, не очень дорогого, может быть, характера относительно каких-то глобальных вещей. Это хорошо бы сделать, например, карманы. Вот на улице производственной и Щерса, например. Вот если бы мы с вами придумали карман с поворотом направо, то однозначно эту пробку мы бы разгрузили хотя бы частично. Вот. Еще второй момент. Ну, достаточно быстрый способ. Наверное, тоже не супердорогой. Это умные светофоры. Умные светофоры очень хорошо помогают убирать заторы. Потому что, ну, пробки — это же экономический ущерб прямой, то есть, как бы, включая экологический тоже. Алексей, вот вы знаете, я на самом деле не люблю говорить в эфире, а вот в Европе, а вот в Европе, но тем не менее. Везде круговое движение в Европе. Где бы мы ни были, везде круговое движение. Пробок я там не видела. Все уже придумано до нас. Круговое движение. Еще совсем недавно же принята поправка, что въезжающие на круговое движение, я буквально вчера по телевизору это видел, должны уступать дорогу тем, кто уже там, внутри. И это как раз будет соответствовать мировым стандартам. Это тоже важно, потому что очень часто пробки перед круговым движением как раз у нас создаются. То есть, например, возьмите советский тракт, и там круговое движение, попробуйте заехать со стороны Кирова оттуда, со стороны переезда оттуда заехать, там простоите очень долго утром. Вот. В целом, ведь, что Европа? Смотрите, у нас же расширена улица Воровского. Ведь надо отдать должное людям, которые приняли это решение и довели его до конца. По этой улице реально можно ехать. Причем в любое время дня и ночи. Это хорошо. Поэтому потихонечку надо делать, начиная с малого. Светофоры, карманы – это не такая глобальная даже программа, как расширение улицы. Хотя, честно говоря, железнодорожные мосты, нам придется все равно их расширить каким-то образом когда-нибудь. Потому что самые узкие бутылочные горлышки – это вот три железнодорожных моста. Это еще раз Соворовского и Московского. Там, конечно, будет тяжело. Ну, хорошо. Вот вы обозначили две главных темы. Это подземные парковки в торговых центрах, не сдавать в аренду, чтобы там можно было парковаться. Это решение проблемы пробок в Кирове. Карманы, умные светофоры. Что еще? Продолжение односторонних улиц надо продолжать. Потому что по обеим сторонам стоят машины. Разъехаться два ряда не могут. Уже процесс пошел. Понятно, что кому-то неудобно, но привычка. Потом все запомним, куда ехать, куда не ехать. Знаки помогают. Это дело, конечно, особенно в историческом центре надо продолжать. Односторонне надо вводить повсеместно, потому что там не разъехаться просто двумя машинами. И пожестче с подснежниками. Сейчас зима начинается, опять снег выпадет. Подснежники – это те машины, которые оставлены на ночь, непонятно на какой срок. Ну ладно, полбеды на ночь. И улицы почистить не могут. То есть надо реально их увозить на авокатаре. Просто на самом деле. И знаки. Ну, перед этим, конечно, знаки надо ставить. Чтобы люди были предупреждены. Чтобы было все так, ну скажем, законно, прозрачно. Хорошо. У нас с вами две минуты до рекламы есть. Что-то еще? Какие-то еще пожелания или главные проблемы, которые в первую очередь нужно решать в городе? Ну, вот остальное все уже раскрыто, задето. А вы вот сами говорите, что ходите пешком. Там это вездесущая грязь и вездесущий песок. А, грязь и песок. Тут ситуация такая. То есть если вообще говорить про грязь, то очень бы хотелось в России, на примере города Кирова, Вятки, сделать каким-то хотя бы начальный опыт Сингапура. Где улицы моют шампуньями, где очень жесточайшие штрафы. Эти штрафы можно было бы перенаправлять как раз на тот шампунь, который моют улицы и так далее. То есть если это возможно законодательно, а или насильно у нас сейчас как бы управляют городскими депутатами, то, конечно, было бы здорово кнутопряник применить. Во-первых, пропагандистскую кампанию, что мусорить плохо. Во-вторых, наказывать за... Вы знаете, что в Сингапуре там 100 сингапурских долларов штраф за мимо брошенный окурок рядом с урной и заставит поднять полицейский. И штраф все равно заплатит человек. Очень жесткий штраф. Это самая чистая местная земля сейчас. Вы знаете, я вот говорю даже, наверное, не про борьбу с мусором, объявленную Еленой Ковалевой. Вот мы вчера в нашем эфире с экспертами выяснили, что основной объем грязи и вот этой пыли в воздухе совсем не от нас с вами, не от того, что мы там мусор мимо урны бросаем, а из-за песко-соляной смеси, которой дороги посыпают зимой, летом это все у нас в воздухе. Просто такая вот какая-то всеобщая грязь, она везде на машинах, на обуви. Вот с этим проблемой. Проблема комплексная. Там нужно обустраивать газоны, обязательно нужно делать бордюры, потому что земля идет туда в качестве песка на дорогу, и она начинает потом, ну, ее начинают потом еще перебирать вот так, чтобы воздух поднимают. То есть комплексная проблема, надо ее решать уже, ну, как бы вот именно вот во всех гранях, потому что песчано-соляная смесь это один из всего лишь, один из элементов этой грязи. Не только он один грязь дает. Хорошо, давайте мы сейчас с вами сделаем небольшой перерыв. Это особое мнение Алексея Обжерина, руководителя клуба маркетологов Кировской области. Во второй части нашей программы еще немного продолжим обсуждение городских проблем и новых городских управленцев. Сейчас прервемся. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева, напротив меня все так же Алексей Обжерин, руководитель клуба маркетологов Кировской области. Говорим мы о городских проблемах, о наших новых градоначальниках. Вот, Алексей, в последние несколько дней очень часто слышу комментарии о том, что наш новый сити-менеджер Шульгин из Татарстана, он привез нам передовой опыт. И все с этим связывают такие большие надежды. Но мой скепсис связан с тем, что каким бы передовым ни был опыт, в городе денег нет, в бюджете денег нет. Каким образом можно применять передовой опыт без денег? Ну, смотрите, любой финансовый вопрос, он же двусторонний. То есть есть входящий поток, доходная часть, да, и есть расходная часть. И даже если доходная часть небольшая, то мы всегда можем влиять на расходную часть. Насколько я понял, что новая глава администрации хочет, во-первых, повысить эффективность использования муниципального имущества. То есть, во-первых, чтобы была доходная часть, ну, скажем, ритмичная и постоянная. То есть хочет посмотреть на практику безвозмездной передачи площадей. И так далее. Это правильный подход. То есть человек сразу берет быка за рога. Посмотреть, откуда можно взять еще дополнительные источники доходов. Они, конечно, будут небольшие, это понятно. Но, тем не менее, плюс может произойти. Дальше. Насчет оптимизации затрат. Я не знаю, у нас фирма «Динамика» и 20 лет она маленькая. Но мы постоянно что-то оптимизируем. Вот каждый год у нас уже подшучивают над нами. Вы куда еще все оптимизируете? А вот мы все оптимизируем, и у нас как-то все получается. У нас эффективность растет. Поэтому и здесь не важно, какой у тебя бюджет. Важно, как ты умеешь и управляешь им. Живешь ли ты посредством. Вот это важно понимать. Ведь есть ведь у нас часть затрат в бюджете, которые могут вызывать споры, например. Например? Ну, я не знаю. У нас особое, я могу непопулярную вещь сказать. Да, вы можете непопулярную вещь сказать. Вот смотрите, допустим, Новый год. Мне очень нравится Новый год, например. Это хороший классный праздник. И мы, когда работаем целый год, нам хочется получить какое-то яркое пятно. Но когда на Новый год тратится несколько миллионов рублей, я бы здесь подумал. Я бы, допустим, цифру сократил бы в два раза, и ничего страшного не произошло бы. Почему? Цифру мы просто за неделю, за месяц мы ее просто проедаем. Если мы живем богато, окей, давайте все там делать как надо. Если мы живем небогато, ну давайте поскорбнее один разик сделаем. Это будет резерв. Это хорошая сумма. Вы сейчас говорите про что? Про оформление театральной площади, про новогоднее оформление города. Да, с одной стороны, хочется сделать лучшее, это благородная идея. С другой стороны, давайте жить посредством. А настроение, Алексей? А не в ноль ведь убрать. Наполовинку. Ведь понимаете, какая ситуация? Смотрите, вот есть человек, у него нет денег. А у него нет денег на дорогую одежду. Но если он выглядит чистый и опрятно, ему никогда никто не скажет, что он плохо одет. Понимаете? Важно, у тебя чистый воротничок или нет. Поглажены брючки взять, стрелочки там хорошо поглажены или нет. Вот это важно. Вот обувь блестит или нет. А никогда тебе никто не скажет, дорогая у тебя обувь или дешевая, никто не покрыться, если уши прятят. Поэтому надо жить все-таки посредством смотреть. Или, например, озеленение города, например. Есть же, допустим, у нас несколько миллионов рублей, я не знаю просто точную цифру, выделяется на высадку цветов. Это очень хорошая вещь. Но иногда это может служить разовым источником пополнения денег. Например, опять же, потратить там не 4 миллиона, я цифру условно сейчас беру, а 2. Цветы будут в городе, конечно, будут. Поменьше в этот раз, поменьше. Но это все-таки дополнительные денежки. Видите, когда человек живет бедно, надо чем-то жертвовать. Чем-то жертвовать. И, конечно, я не говорю, чтобы мы все стали серые и безликие, не об этом жить. Просто иногда можно частично подходить так. Предыдущий глава администрации Александр Перескоков прошлым летом уже призывал бизнес высаживать цветники хотя бы вокруг своих магазинов, заводов, территорий. Киров, да, конечно. Да. Еще одно из заявлений Ильи Шульгина, которое я бы с вами хотела обсудить. Вот буквально сейчас ехала на эфир и слышала в наших новостях о том, что он сказал, что Киров — это город, которому удалось сохранить исторический центр. Многим людям нравится наш дух, я бы сказал, дух вот этого исторического центра. А нет, подождите, а удалось? Ну, я не знаю. Слушайте, в сравнении с другими городами не думаю, что у нас хуже ситуация. Конечно, то, что там происходит, нам не нравится. А точечная застройка? Это высотка там на улице Казанской, что она там сейчас, непонятно, ее статус то ли достраивают, или то ли там заморожена, сейчас не могу бы я понять, что там происходит. Различные торговые центры внутри этих вот домов, конечно, это неправильно. Это все против, это все граждане против. Это ясно. Но при этом, допустим, может быть, в сравнении с другими городами, может, у нас ситуация лучше. Вот я такого анализа не проводил. Но при этом, опять же, смотрите, те люди, которые к нам приезжают, им нравится наш город, если мы их в нужные места проводим, покажем. Если просто они сами бесцельно будут ходить, то мы не знаем, какой будет эффект. А когда проводятся экскурсии по старой части города, они все остаются довольны, без исключения. Ну что же, хорошо, давайте поговорим о национальной премии в области территориального маркетинга и брендинга, с которой вы недавно вернулись. И вернулись не с пустыми руками, а с победой. Вы победили в номинации маркетинг территорий, правильно? Ну, это общая такая сфера. У нас была номинация лучшая маркетинговая компания города, по-моему, или территория. Да, лучшая маркетинговая компания территорий. Вы возили туда Дымковский проект. Вот расскажите, пожалуйста, что, во-первых, что это за премия? Она действительно значимая, серьезная? Что это за мероприятие? С кем вы конкурировали со своим проектом? Формат премии подразумевал личную защиту проекта. То есть презентацию я отправил в конце августа. Тут мне звонят и сообщают, что надо приехать лично. Хорошо. Значит, я приехал лично и выступал почти последний. Когда я посмотрел, какие проекты, это была Москва несколько проектов, это был Татарстан несколько проектов. Это в одной номинации с вами или в других? В разных номинациях были различные Новосибирская область, Астраханская область, Орлов, Орел в смысле, Мурманский и так далее. То есть был очень интересный проект. Но мне понравилось то, что жюри задавало точные профессиональные вопросы. А почему? Например, у Татарстана был туристический бренд «Тысяча и одно удовольствие». Они ее обосновывали. Та же самая девушка, которая недавно на национальной премии бизнес-коммуникации собрала три диплома и гран-при увезла. В Нижнем городе я был экспертом, все это видел сам. Она же защищала эти проекты, защищала очень хорошо. Но жюри задает вопрос, а в чем уникальность слогана «Тысяча и одно удовольствие?» Чем вы отличаетесь от Узбекистана, например, и так далее. И действительно было трудно отвечать. И когда я сидел и слушал все эти точные вопросы, как измеряется эффективность, результаты, я, конечно, думал о том, что хоть бы третье место дали, и то было бы хорошо. Потому что, честно, я не надеялся на первое место. Но судя по аплодисментам, которые два раза очень долгоиграющие, не стихающие, судя по лицам людей, по вопросам, как меня обступали, судя по единогласным оценкам жюри, они в ряде проектов разнились, а вот по-нашему единогласно было первое место присуждено, я думаю, что если была бы номинация Гран-при, то, наверное, мы по этим косвенным признакам получили бы вообще первое место по всем номинациям, скажем так. А вот смотрите, Алексей, в городе, ну, я, наверное, не совру, если скажу, что Дымковский проект вызывает очень полярные мнения, очень сильную полемику, есть разные люди, которые поддерживают от и до, и которые принципиально против. Вот мне интересно, какие конкретно критерии оценивала профессиональная жюри? Ну, я показал, две цифры просто, вопросы, 93% за, 7% против, да, мнение противников громко достаточно, но надо понимать, что это 7%. Опрос был проведен по всем правилам, люди там умные сидели, все доктора науки и так далее, они это оценили, и поэтому каверзных вопросов задавать мне не стали, потому что я все вопросы снял в презентации сразу, и про уникальность этого подхода, и про цифры. А вторая цифра, надо понимать, мы помогли компании «Два Андрея» разработать дымковские пакеты, продано на сегодня 100 тысяч штук. Это тоже показатель. Люди голосуют рублем за вот этот вот, ну, как бы, за этот подход. И в конечном счете наша задача какая? Поддержать дымковские фронты косвенным образом. Почему? Потому что если мы три года назад испытывали дефицит в ученицах дымковских мастеристов, туда не шли люди, то сейчас мест нет. А вот вы прям, Алексей, по головам их посчитали? Ну, я не точной информацией обладаю, но я слышал от Надежды Николаевны, Менщиковой, что такую информацию, что сейчас вроде бы мест нет, это правда не свежая информация, может, и сколько-то времени назад. Но это все равно. Наша задача, если мы берем что-то дымковское, используем этот промысел, вынося его на стены домов, делая арт-объекты, то, конечно, мы надеемся, чтобы бюджет в будущем не поддерживал дымку, а чтобы она сама себя была популярна. Вернуть ей былую популярность, которая была в Советском Союзе. А ведь она была. Есть российское исследование, где сказано, что 75% людей знают дымковскую игрушку. И не даром Москва их сама размещает, там большие игрушки в Москве уже не первый случай. И на Олимпиаде, и на открытии чемпионата по футболу на Надежды Бьевке они применяли дымковские. То есть люди-то видят, что это клево, здорово, хорошо, позитивно. Просто у нас немножко в кире, нам кажется, что это так себе. И причем кажется кому-то. Давайте честно скажем, это отдельные личности. Это не полгорода, а всего лишь несколько человек. Приведите какие-то интересные примеры из других регионов. С чем приезжали? Была очень сильная фирма Дипот ВПФ. Это номер один в России. К ней обращаются с заказами. Они, кстати, работали со Здравой несколько лет назад по смене упаковки и так далее. У них была идентика Москвы, например. Тоже хороший проект, он мне понравился. Они заняли второе место в своей номинации. Очень сильные проекты были у Таразастана. У всех были очень хорошие проекты проработанные. Там даже город такой старого губаха и то получил какой-то приз. Город-призрак в Пермском крае. То есть проекты были очень здоровские. Разные-разные. Ну то есть мы можем сказать, что очень много территорий в России озаботились собственным брендом. Парк Зарядье. Парк Зарядье еще был, кстати. Это тоже такой бренд интересный. Да, сейчас про бренды все многие говорят. И видно, что эта отрасль, она поднимается. Если раньше были точечные какие-то решения, то сейчас уже волна нарастает. То есть это очень хорошо. Отрасть, она пока молодая. Брендирование территории городов. Там есть буквально, может быть, игроков пять всего, если так по пальцам пересчитать. Игроков пять вы имеете в виду? Которые умеют бренды создавать. Профессионально об этом речь. Но мы с ними общаемся. Все же и в фейсбуке, и лично они все отмечают динамику позитивную. Что территории начинают что-то делать как сами, так и с помощью внешних экспертов. Делать и делать неплохие вещи тоже начинают. То есть мы не можем говорить, что совсем все идеально у ряда городов. Но при этом позитивная динамика налицо. А видели ли вы, Алексей, какой-то другой регион, который точно так же продвигает свой какой-то промысел? Там у нас и хохлома в Нижегородской области, и кжель, и чего только нет. Так же точно, как мы, нет. Но попытки у Вологды есть, у Вологодского кружева, у Нижнего Новгорода чуть-чуть что-то где-то проскакивает. Но вы знаете такой интересный момент. Меня с этой презентацией уже приглашают другие города. И я ведь недавно ездил в Нижний Новгород на международный рекламный форум и выступал как на примере города Кирова. Можно стилизовать любой город только по-своему. Ведь смотрите, орнаменты и тюта тарстана сейчас есть. И у Москвы, и у Адентика Москвы тоже это были орнаменты. Просто нужно туда вплести свое. Вот и все. Как бы по сути алгоритм-то понятен. И Нижний Новгород, и на ура прошла эта презентация. И люди очень хорошо смеялись и благодарили, и опять же и хлопали. И мне даже через пару дней поступил звонок из Министерства Нижегородской области. Они запросили презентацию вот эту, посмотреть что там и как. Реальные примеры им показали, как можно в Нижнем Новгороде было бы стилизовать ряд стен. В глухих районах заводских каких-то там. Слушайте, а как вы думаете, вот это не будет, условно, как под копирку, если каждый регион возьмет свой промысел и вынесет его на флаг? Ну, во-первых, наверное, массово это происходить не будет. Нет, но реакция у людей высокая, они же для себя, в первую очередь, это делают. Конечно, гости это тоже видят, им тоже это нравится. Но основной потребитель — жители. Прежде всего должно нравиться жителям. Да, считается брендирование городов. Основная целева аудитория — это жители. При любом раскладе. Если ты жителей проигнорируешь, то и турист тебе не поедет. А эффективность создания бренда региона, она в чем меряется? Чтобы люди на территории стали счастливее, чтобы туристы к тебе поехали? Туристы считаются как одна из грань вот этого профита, который можно получить. В целом этот процесс очень длинный, ведь есть процессы оперативные в городе, тактические, которые на несколько лет, а бренды на несколько десятилетий делается вещь. Это выхлоп длинный получается. Если у Рюпинса столица российской провинции бренду уже примерно 10 лет, то, конечно, они по капельке каждый год прибавляют. Но они правда прибавляют. Они получают дополнительное финансирование книг. Касперский съездил, провел там у них свою конференцию, там форумы проходят, там даже бабушки вовлечены. Там у них лидеры по ТОСам. Они сейчас книжку издали, учат другие провинциальные города, как надо получать деньги при маленьком бюджете. То есть как построить фонтан за 18 миллионов, который у них там без вливания бюджетных денег. То есть у них правда практики-то очень сильные. И они сейчас делятся со всей России. 900 книжек разосланы. А Касперский, по-моему, ездит со своими конференциями как раз в провинциальные города, да? В том числе, он начал в ТОС Урюпинской, как со столицы российской провинции. Ну, Алексей, вы уже с ними связались и сделали им предложение, я так понимаю. Какое именно? По раскраске... Как приехать в... Нет, подождите, подождите. Сначала в Киров приехать со своей конференцией. Надо подумать об этом. А, вы еще не думали? Нет. Алексей, теряйте хватку. У нас же бренда нету пока. У нас только визуальный стиль города. Я думаю, что победа в премии — это первый шаг, надо пользоваться. Да, смотрите, сейчас очень серьезно волна интереса пошла. И я тут читал, и губернатор эту тему поднимает всем. Как бы бренд-то вроде бы и нужен. Единственное, что мы с Валентином Николаевичем Пугачем обсуждали, что нам без привлечения опытного внешнего человека не сделать самим-то. То есть надо это совместно, общая работа, это надо понимать. Нашли понимание здесь? Я предлагаю на этом прерваться. После рекламы мы продолжим. Это Алексей Обжерин и его особое мнение. Говорим мы про брендирование города, городские проблемы. На пару минут уходим, очень скоро вернемся. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир на 101FM «Особое мнение», высказывает его сегодня Алексей Обжерин, руководитель клуба маркетологов. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. До перерыва мы разговаривали про бренд территории и про то, что, по вашему мнению, нужно привлечь все-таки к этой истории стороннего эксперта. Почему? Потому что нужен человек с опытом, который это уже делал с другими городами. У нас в Кирове таких людей нет. Вот, например, мы помогаем бизнесу создавать сильные бренды, конкурентоспособные, разрабатывать там ОТП и так далее. Так мы там делаем 15 сложнейших этапов. А по городу, по-любому, надо делать 45 таких этапов. Причем надо еще понимать, чем крупнее город, тем труднее договориться с сообществом. Потому что наши все сообщества, они немножечко конкурируют между собой. Энергию направляют друг на друга. А надо энергию направлять на вектор, выбрать какой-то вперед и плечо к плечу идти вперед. Поэтому тут нужно умеющий работать с сообществами, чтобы, а, вытянуть из них информацию. Потому что бренд города – это идея, которая объединяет жителей для общения с внешним миром. Вот есть такое одно из определений. Оно мне нравится, я даже его наизусть помню. Поэтому эта идея, она должна быть в идеале извлечена из нас же самих. Но это должен человек сделать со стороны, который взгляд со стороны имеет. У нас взгляд замылен. То есть мы можем ошибиться. И на общественных началах эту работу сложно, конечно, сделать. Поэтому эта работа занимает примерно год или даже больше. И чем крупнее город, тем это сделать сложнее. Но технология это сделать позволяет. Просто надо знать, как ее делать и иметь опыт в этом вопросе. Ну, вот, например, возьмите синдром Москвы, так называемый. В Москве много всего хорошего, но главного нет. У Москвы же нет бренда города. Чем крупнее город, тем острее эта проблема возникает. Много всего хорошего, но не знаешь, что взять за сну. Может, Москва просто столица? Не надо ей бренда. Но если вы поизучаете вопрос, посмотрите, они раза два или три объявляли тендер, потратили несколько миллионов рублей только для составления технического задания. На разработку бренда города. Да, и ничем не кончилось это дело, потому что очень многообразно. То есть тут же такая ситуация. Надо либо красной нитью все пронизать, чтобы это было центрально на идее, либо взять что-то одно и его качать, а все остальное подтянется во втором уровне. Ну, вот смотрите, Алексей, я правильно вас поняла, что вот эта история с дымкой, которую вы двигаете уже, я не знаю, третий или четвертый год? Четвертый уже. Четвертый. Это не бренд города? Это не бренд, точно. Это просто визуальный стиль города. Город был серый, стал более яркий, жизнерадостный. Ну, по словам людей, по нашей задумке, и по словам людей, это подтвердилось, и поддержка высокая. Ну, хорошо, вот какие бренды российских городов лично вам импонируют, ну, кроме Урюпинска, столицы российской провинции? Ну, еще раз, смотрите, то есть как бы это дело пока молодое. Бренды городов считаются, что они разработаны там для Ульяновска, для Сарова, для Осинников, для Златоуста, для Суздаля. Вот, но где-то слоган либо есть, либо он еще, может быть, там требует доработки. Например, слоган Ульяновска «Взлету готов». Ну, надо его расшифровывать, получается, да. А где связь? Да, ну, там же у них там логотип такой, похож на самолетик там и так далее. Вот, и поэтому, конечно, бренды есть, но они должны объединять ценность. Например, Ангарс, город Побед. У них очень много Побед в разных сферах, например. То есть надо понимать структуру города, вот их, чем они живут. И как раз это очень большой пласт исследовательской работы. Также точно из нас, из ВИЧа, нужно вынуть то, что внутри нас сидит. Что у нас можно отличить за основой. И потом это уже пытаться вкладывать в вариации бренда. Потом идет фильтрация, выбор главного направления, ну и так далее. Слушайте, вот вы сейчас говорите, я не могу не спросить. Наши коллеги с портала «Свой Кировский» недавно написали материал о фирменной вятской агрессии. То есть почему мы такие агрессивные, и мне не хочется говорить слово «злоба», но оно там тоже есть. Вот вы согласны с этим? Я не читал этот материал, хотя стараюсь читать их материалы, они достаточно качественные. Я прочитал комментарии и увидел, что можно не читать материал. Потому что мне кажется, может быть, злобным человеком это было написано или там. Не написано в смысле, а исследовано, я не знаю. Предположительно говорю. Мне не кажется, что наши люди агрессивны и злобны. Например, в других городах, чем крупнее город, агрессии больше. В той же Москве агрессии гораздо больше. Посмотрите, что творится у них на улицах, если кто-то кого-то подрезал там и так далее. Мне кажется, у нас нормально, очень хороший город. И опять же, многие внешние люди, которые приезжают, им нравится наше гостеприимство, и наша отзывчивость, и желание помочь. И наш особый такой говор, и поведение, и неторопливость в каком-то смысле. Хотя у вас не самая медленная неторопливость. В Севастополе говорят, еще медленнее люди все делают. У нас в Кирове не самая медленная неторопливость. Новый мем мне сейчас кажется, что появился. Да, был смешной случай. Девушка из Севастополя приехала устраиваться на работу в Киров. Ей спросили, ты что, ты же в Севастополе живешь, как ты сюда? Понимаете, говорит, в Севастополе так все медленно. Мы такие, да как медленно? У нас же медленнее в всех мире. Нет, там, говорит, медленнее. Там, говорит, приезжаешь, звонишь человеку, приедете к нам деньги получить. Он говорит, так нет, скоро обед, давай завтра. Вот мы смеялись долго. Значит, все в стране не познается. Так, ну хорошо, по внешнему эксперту. Я так понимаю, что есть у вас уже наметки, кто может быть внешним экспертом города по брендированию территорий. И, собственно, вопрос второй, где деньги? Да, ситуация такая. То есть, людей в этой области немного. Лидер, безусловно, на мой взгляд, это Василий Дубиковский из того же Урюпинска. Но он туда переехал жить. Он сам-то из Екатеринбур. Он туда из Москвы переехал? Из Москвы переехал жить на постоянное место жительства. У него недавно родилась дочь. Поздравим ее, вторая дочь с Альбиной Васильевной. Значит, что? Он уже забронировал 9 городов российских. Это, конечно, хорошая цифра для молодой отрасли. Потому что других таких специалистов, чтобы с таким количеством, пока, наверное, нет. И что еще? Эта работа, конечно, она должна стоить очень дорого. Но вот, по моим оценкам, примерно миллионов 5. Потому что команда людей работает месяцев 10-14. Вот такая вилка. Это, конечно, сумма такая. Но, насколько я знаю, цена этого вопроса пока 2 миллиона. И, как правило, находятся просто меценаты. В небюджетные источники привлекаются какие-то неравнодушно обеспеченные люди, которые скидываются на эту работу. И эта работа происходит. Конечно, власть тоже участвует. Все сообщества участвуют. Весь город участвует в этом процессе. На денежке ищутся пока самый эффективный способ, как и мы в Дымковском проекте. Это спонсорские деньги, которые, в принципе, не космические. То есть для города Кирова, например, 2 миллиона. Цифра не очень большая, я считаю. Это не 20, это не 200 миллионов. Это 2 миллиона рублей. То есть 2 миллиона рублей на создание бренда города. Да, да. И через год будет бренд. И бренд будет очень сильный. И это будет, возможно, один из первых случаев, когда областной город, а я вам говорил, что чем крупнее город, тем труднее сделать. Это будет один из первых случаев, когда у города появится бренд. Поэтому мы Василия Дубяковского взяли и пригласили на неделю рекламы, которая состоится в конце ноября. Мы хотели бы, конечно, совместный с ФИАТГУ, совместно с Еленой Васильевной, я хотела бы познакомиться, тоже пригласить на эту дискуссию и сделать дискуссию с привлечением различных сообществ о будущем города Кирова. Это могло бы быть первым шагом будущего бренда. Хотя бы такой вот шажок сделать вперед. Сейчас, конечно, пока ведутся переговоры, но надеемся, что это сложится. Я знаю, что Дубяковский приезжал в прошлом году. Да, он собрал полный зал, он шла, сидели и кандидаты, и доктора наук в зале, я заметил там несколько человек. То есть, конечно, эта личность интересная, он всегда собирает хорошее. У него была в прошлом году такая лекция образовательного характера, очень интересная, со смешными примерами и с хорошими тоже. А в этом году у нас появилась задумка сделать уже практически какой-то шаг, реально уже пообсуждать наше будущее, наше будущее Кирова, наш будущий бренд. Хорошо, Алексей, скажите мне, пожалуйста, если мне не изменяет память, было у вас желание раскрасить мост. Да. А сколько это стоит? Это стоит 6 миллионов рублей. То есть, раскрасить мост стоит 6 миллионов рублей, а сделать бренд города стоит 2 миллиона. Да. Люди немножко не понимают ценность. Я пока жду, что какой-то человек будет готов обсудить этот вопрос. Вот я встречаюсь часто со спонсорами, потому что, по большому счету, это даст нам длинный прирост в чем? Люди будут меньше хотеть уезжать из города. Возвращаться в город обратно. Вот есть такая давняя мечта, чтобы численность нашего края не падала, а росла. Алексей, у вас уже были переговоры с кем-то по поводу моста? По поводу раскрасить мост? Да, мы работаем над этим. Там ситуация, я объясню сразу. Был спонсор в прошлом году. Было решение запротоколировано главой администрации города Кирова и всеми службами. Это решение имеет силу, оно действующее, оно так и есть. Однако спонсор принял такое решение перенаправить деньги на восстановление Спасского собора. Что, конечно же, в моей системе ценностей важнее, чем как бы я относился к дымке. Это, конечно, наш одной проект, но все-таки храм важнее. И мы с удовольствием благодарны этому человеку безмерно, что он выделяет неоднократно уже несколько достаточно крупных сумм выделенных на восстановление Спасского собора. И это выпала мне большая честь, быть в рабочей группе, восстановление храма, это такое, как бы сказать, нередовое тоже дело. И мы очень благодарны этому человеку. Ну что, из моста ушли туда, ну отлично. Это же красивый храм, 17-18 в 1741 году построен. И, конечно, это такой жемчужин, самый высокий храм в городе Кирове. Ну, собственно, вот, Алексей, я к чему веду? А может быть, если задаться такой целью, то получится найти спонсора, да, партнера, который захочет вот эту историю, да, сделать вместе и оплатить по созданию бренда города? Конечно, конечно, потому что люди действительно выделяют, вот, допустим, дымковские объекты, где-то миллион, где-то два. Вот, например, мы хотим фигуры при везде в город поставить, уже первый спонсор миллион рублей пообещал выделить. То есть мы дальше продолжаем сбор средств. Есть. Единственное, надо достучаться, что бренд города, это хорошо, это в стратегическом плане даст больше эффекта для всех, для нас, для жителей. Здесь нужен такой, ну, конечно, человек, патриот, чтобы он понимал такую длинную задачу, длинную цель, где напрямую, вот, бизнесу обратно, не будет никакого выхлопа назад, скажем так, да. Это просто нужно, вот, ну, пожертвовать, скажем так, просто для людей, для всех, для нас, для нашего города. Поэтому мы тихонько этих тем касаемся, касаемся и терпеливо поджидаем момента такого, когда этот разговор состоится. Я думаю, что, ну, у нас, на мой взгляд, улучшается жизнь, а так уж по большому счету. Понятно, что еще очень много проблем, понятно, что мы не бригадый регион, но если смотреть динамику, то, мне кажется, она все-таки положительна по всем сферам. Ну, что же, Алексей, ваши слова, да богу, в уши. Я оптимист. Я так понимаю, что пойдете вы знакомиться, видимо, с новым городским и областным руководством? Ну, если пусть, это, конечно, я с радостью. Потому что в уши прошлого руководства вам удалось вложить, но теперь уже все люди поменялись. План такой есть, поговорим, да, пообщаемся, что все мы люди, все мы живем в одном городе, будем разговаривать. Ну, что же, спасибо вам за эфир. Спасибо. Это был Алексей Обжерин, руководитель клуба маркетологов Кировской области, его особое мнение. Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101FM. Субтитры создавал DimaTorzok